Добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас 20 июня и по многочисленным просьбам одного из подписчиков которому было не втерпеж он очень хотел увидеть жареную камбалу как мы жарим но я сделал немножко небольшое отступление это будет не жареная камбала наверное все таки жареная камбала это будет немножко как бы обыденно или банально и я нашел один очень интересный рецепт я пересмотрел несколько видео и нашел один интересный рецепт камбала на мангале у нас есть мангал уже зажженный мангал я подготовил и сейчас мы будем делать камбалу по этому рецепту поэтому все внимание на экран именно отсюда будет проистекать что нам нужно для приготовления камбалы сама камбала вы можете купить или лучше всего пойти поймать вот у нас вот такие уже почищенные это помытые наши камбалежки я вам сейчас их позже покажу нам нужен чеснок черный молотый перец оливковое масло или подсолнечное масло у кого есть и соль из вот этих продуктов мы будем делать маринад для камбалы это мы будем его использовать именно для обволакивания значит камбалу мы будем запекать без муки такой вот рецепт мы используем оливковое масло дело в том что здесь в канаде такой парадокс что оливковое масло стоит дешевле чем подсолнечное можете себе представить поэтому мы как бы используем именно оливковое в этом случае у нас есть и подсолнечное масло но в этом случае у нас оливковое Я взял 6 чесночин, значит, по совету и по, скажем так, по самому рецепту нужно использовать где-то 5 или 6 крупных чесночин, в зависимости от количества рыбы. Теперь мы их измельчаем в чеснокодавке. Самое интересное, чеснокодавки здесь тоже в Канаде бывают очень разные. Они бывают без вот этих пупырышек, в общем, плохо работают. И вот Саша нашла вот такую хорошую, это уже вторая или третья, наверное, у нас, да? Вот, и поэтому мы используем эту самую нашу хорошую чеснокодавку. Стоит она недорого, вот, но она самая эффективная, самая понятная и такая, какая она должна быть. Вот, потому что есть у нас чеснокодавки без пупырышек, и они плохо выдавливают, то есть чеснок получается раздавленный в середине, но он не продавливается наружу. То есть, ну, она работает неэффективно. Эта чеснокодавка хорошая, я вот ее тестирую, это, ну, я первый раз ее использую, поэтому не судите строго, если я что-то сделаю неправильно. Мы сейчас раздавливаем весь чеснок, потом мы добавляем немножко соли, перца и заливаем, подготавливаем соус. И вот, подливаем оливковое масло. Потом нашу камбалу нужно будет подготовить в этом соусе, намазать и дать ей выстаиваться 10-15 минут. Я не буду снимать эти 10-15 минут, как она выстаивается, и мы сделаем это, как в фильме «Человек из бульвара капуцинов». Сделаем монтаж, вот, и все это будет у нас уже видно, как оно работает. Так, не буду я его сейчас вычищать, это мы потом помоемся. Вот, теперь у нас следующая задача. Мы добавляем сюда оливковое масло. Оно у нас вот такого янтарного цвета, красивенькое. Это у нас будет наша помазка, которой мы будем мазать камбалу. Сейчас мы сюда добавим перца и соли. Так. Потому что жареная камбала, это, конечно, хорошо, но мы уже едим второй год, поэтому, как бы, решил я немного поэкспериментировать и поискать видео, и повторить видео, которое было предложено одним из поваров. И добавляем соли. Теперь, что очень важно, что я забыл столовую ложку. Теперь мы берем нашу камбалу. Некоторые предлагают обрезать плавники. Мы плавники не обрезаем, потому что они очень вкусные получаются, и, как бы, мы их оставляем. Дело в том, что именно вот похрустеть этими плавничками, это очень вкусно и очень приятно. Делаем такую насечку, надрезы на нашей рыбе. Мы берем относительно некрупные экземпляры, потому что это то, что мы ловим. То, что продается в магазинах, я знаю, намного крупнее. И сейчас нам нужно будет нашей намазкой намазать, соответственно, намазать, не промазать, а именно намазать нашу камбалу. И она должна будет у нас в нашей кастрюльке выставиться около 15 минут. И после этого мы нашу камбалу кладем на мангал. Опять же, возвращаясь к тому, что когда камбала готовится, она становится несколько такой, как бы, не такой плотной, как она, когда она сырая. И получается, что она будет разваливаться. Поэтому мы на мангал, сверху на решетку, мы кладем в фольгу, смоченную оливковым маслом. Это будет нам давать, как бы, сохранить нам целостность рыбы. Сейчас мы, я сделал насечки на всех рыбах. Мы обработаем ее, намажем нашим соусом, нашей намазочкой. И после этого мы ее оставляем млеть в кастрюльке на 15 минут. После 15 минут мы ее будем укладывать на фольгу, на мангал. Мангал к тому времени, я уже надеюсь, он прогорит. Там будет жар. Главное, не перестараться и не разрезать камбалу на две части, а просто сделать такие. Я забыл, ребята, ложку. Но я думаю, что никто не будет против, если я это сделаю руками. Дело в том, что я сейчас буду камбалу мазать именно руками. Вот в таком виде у нас, в таком виде у нас наша намазочка. Мы ее берем вот так вот пальчиками. Главное, чтобы все пропорции были сохранены. С одной стороны надрезы, да? Да, надрезы только с одной стороны. Мы ее намазываем с двух сторон. И оставляем ее вот так вот на 10-15 минут было рекомендовано. Оставить на 10-15 минут. Мне просто интересно будет, как она впитает в себя чеснок и какая она будет после того, как она будет обильно обработана таким вот соусом с чесноком именно. Чтобы она не получилась слишком острой. Но на вот именно на 2-3 крупных рыбы рекомендовалось 5. Так, мы уже обработали нашу рыбешку. У нас немножко мало получается нашего... Может быть, я слишком много. Я первый раз это блюдо готовлю. Наверное, слишком много я взял на первых рыбах. Сейчас, наверное, просто добавлю еще сюда масла немного. И будет как достаточно. Вот так вот. И мы сейчас нашу рыбку оставляем млеть вот в таком состоянии. Намазанном, намаринованном на 10-15 минут. За это время, я думаю, что она как раз станет такой, как нужно. Пахнет хорошо. Пахнет чесноком. Я думаю, будет интересно. Я никогда так не пробовал еще делать. Теперь мы оставляем... Сейчас мы ее перемешаем еще. Потому что первые слои, видите, у нас... Это называется камбала слоями. Уложенная слоями. Если вы знаете, как в Одессе готовят камбалу слоями, это примерно... Только они ее потом тушат. Они ее укладывают в кастрюлю с толстыми стенками и тушат ее. Мы же будем ее не тушить. Мы же будем... А, очень много соуса получается внизу. Ладно. Мы сейчас ее перемешаем. И укладываем ее, так называем, слоями. Чтобы она вот так вот промешалась, полежала и напитала вот этой всей вкуснотищи. Вот. Это подготовительная фаза, ребята. Она у нас пока завершена. Значит, вот такая у нас фольга есть. И будем сейчас мы минут через 15 продолжать. Я помою руки, пойду приготовить. Через 15 минут мы снова с вами встретимся. И будем уже укладывать ее жариться на мангал. И потом уже будем пробовать. Прошло 15-20 минут. Я на 20 минут. И сейчас делаем такой кинтышами. Мы кладем фольгу на мангал. И ее нам нужно сейчас будет сразу чем-то прижать, чтобы ее не унес ветер. Прижмем мы ее комбалой. Так, сейчас мы ее немножко смочим. Сейчас я положу здесь пинцет. И положу здесь ножик. Чтобы не сдуло ветром и потом не быть полностью в этом. Я думаю, она у нас и так вся в оливковом массе. Думаю, что... У меня были чуть ли не некоторые опасения, что она может как бы приставать, прилипать к самой фольге. И потом будет ее трудно снимать. И вот так вот. И выкладываем. Потом это закрываем, даем ей млечь и будем проверять время от времени, как она там себя чувствует. Как она себя ведет здесь. И опять же мы сделаем монтаж. Мы вам не будем показывать все 15 минут ожидания. Мы уже вам покажем лишь только тот момент, когда мы ее будем доставать. Когда она уже будет хорошая. Я засеку время. Сколько это должно времени пройти. То есть у нас так получается плотная такая у нас укладочка. Одним этим давайте мы крупную по центру положим. Более мелкую по краям. Как у нас там жар распределится я пока не знаю. Вот. Вот так. И тем, что у нас осталось, мы еще помажем нашу рибку. Вот так. Все. Теперь мы закрываем. И у нас здесь есть градусник. Он у нас показывал где-то 95 градусов. Вот я думаю, что минут через... Так. Надо открыть поддувал. Потому что в прошлый раз я закрыл поддувал. Чтобы не сильно горела дрова. А сейчас можно в принципе даже будет поддувало закрыть. И мы закроем поддувал. Чтобы жар у нас не уходил. И жар у нас оставался. Сейчас стрелочка должна поползти вверх. Начнет прогреваться мангал. И вот таким образом наша камбала пропечется. Так, ребята. Прошло где-то минут 20, наверное, немножко. Может быть больше, чем нужно. Я не знаю. Я ее сейчас буду снимать при вас. Видите, шкварчит масло. Немножко остается... Немножко ее остается на фольге. Но не так много. В принципе, нормально. Но если бы это была тефлоновая сковородка, да, она бы, конечно, была вся. Вот эта целиком снялась. Видимо, где было больше жара, где было больше углей, она там сильнее прилипает. Но я буду об этом знать, что нужно... Мы ее попробуем. И в следующий раз уже будем как бы распределять уголь лучше. В этот раз самое главное было попробовать, ребята, что такое камбала на мангале. Как она здесь прилипла. Опять же, не кидайте меня камнями и палками. Это я первый раз ее делал. Нужно было более равномерный жар. Я стоял, следил здесь за температурой все время. Под вот этой камбала, видимо, было совсем горячо. Подливал я немножко воды для того, чтобы на угли, чтобы она не горела, потому что не до конца прогулала. Вот это очень вкусное, кстати. На тех участках, где было много углей, камбалу приходится отдирать от фольги. Но это будет, ребята, уже в следующий раз у нас более все правильно. Камбалы у нас много. Вы не переживайте, что я там испортиваю ее или еще что-то. Вот, допустим, вообще такая черненькая есть, как сосиски пожаренная. Камбалы у нас в море много. Можно ее ловить, как бы, и тут вообще нет никаких моментов. Но эти, как покупать ее, допустим, в магазине, это уже вопрос. А если ее можно поймать? Ну, запах был, вот сейчас соседи вылазили, наверное, смотрели, что так пахнет. Ну, запах шел очень хороший. Так, рыба с чесноком, так как-то очень необычно. Последнюю ее порвал, но ничего. Вот такая у нас получилась фольга. То есть, смотрим, вот здесь был жар. Я ее скручиваю, и она идет на выкинштейн. Это фольгуша. Главное ее запаковать так, чтобы до нее не добрались еноты. Примерно вот так. Все, сейчас мы ее идем пробовать. И, ну, что нам еще остается, ребята, сказать? Нужно следить за углями и сделать хороший жар. Желательно, наверное, потом, я еще поэкспериментирую, найду какой-то противень с тефлоновым покрытием, чтобы камбала проходилась дымом. Вот что главное. Чтобы у нее был свой маринад, чтобы она проходилась дымом, тогда она должна иметь какой-то свой другой вкус. То, что прилипает к фольге, это алюминия, это нормально. Она подсыхает и прилипает. Потом я найду противень с тефлоновым покрытием. Еще повторю это, только уже немножко по-другому, чтобы была она в противне. Все, ребята, сейчас мы будем идти домой, будем пробовать. И я вам потом расскажу, насколько она вкусная. Так, ребята, ну что, у нас уже вечер, у нас сегодня немножко такой еще попробуем сказать ужин. Имеем право немножко даже 50 грамм выпить. Я хочу попробовать, как получилось камбала, и вам скажу, стоит ее жарить или не стоит, на мангаре или все-таки на сковородке. Сейчас главное, это оценить запах, который идет от дров. Я снимаю мяско сверху, чтобы она не была сильно соленая. Абсолютно другой вкус, но это не вкус камбала, это вкус чего-то с чесноком. Очень интересный вкус, ребята. Я, наверное, скажу, что все-таки вкус камбала теряется здесь. Тут немного уже какой-то другой продукт получается. Это не совсем та камбала, которая получается на сковородке. Камарики грызут прямо за ушами. Сейчас еще раз пробуем этот рецепт, я вам скажу. Я вам могу сказать однозначно одно, ребята. Я рекомендую этот рецепт к повторению. Рыба получилась вкусная. Попробуйте, если у вас есть камбала, может быть, не камбала, может быть, какая-то другая рыба, попробуйте сделать с таким маринадом, с такой намазочкой, и ее продымить хорошо. Получается все хорошо, ребята. Сейчас, еще секундочку. У нас сегодня в семье праздник, я не буду говорить, какой. Сегодня 20 июня. Имеем право немножко вот... Это не реклама, не? Закрой. Торговую марку. Закрываем торговую марку. Немножко. Все, ребята, всем приятного аппетита. Еще раз поздравляем всех. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»